Поприветствуйте, скажите, как я рад тебя видеть сегодня здесь, на этом месте. Скажите даже тихонько друг другу привет, чудо. Ты чудо сегодня, что ты здесь. Чудо, что Бог сделал сегодня в твоей жизни. Поприветствуйте жены мужей, мужья жен, пожалуйста. Поприветствуйте дети своих родителей почтением. Поприветствуйте духовные дети, духовных наставников своих. Поприветствуйте смелее, чего вы так, как-то так, суховато. Пусть и зальется сейчас масло на вас в это время, чтобы сухо не было, была благодать. И я хочу вам сейчас представить своего друга Сергея Бызова, которому Бог дал дар писать стихи сегодня. Он очень сильно... Поприветствуйте, пожалуйста, его. Проходите, дорогие. Ему 25 лет сегодня. Он сегодня является помощником депутата Верховной Рады, пока мы фамилии не будем называть кого. Но ему Бог дал чудный дар. Он умеет писать стихи, причем очень от Бога. Он знает и понимает, что это Божьи стихи, а не его. И поэтому я хочу, чтобы вы его поддержали. Он сегодня первый раз в нашей церкви. Поприветствуем его, чтобы пусть Божья благодать через это и зайдет на нас всех. Хорошо? Передаю. Мне вообще тяжело говорить, как раз трешки прихворел. Ничего, что я буду разговаривать, так, как могу разговаривать. Значит, я не знаю, там сзади меня нормально чуете? Да? Да? Бо голоса нема, я буду стараться разговаривать душею. Так что придется вам сердцем меня и слушать. Сейчас трешечки настроюсь. Мой час пришел. Я, Боже, тут. И что я маю им сказать? Я, Господи, мне так нужно тебя слышать. Благословил. И Дух Святый они слышали. Хай слово йде крізь мою душу и прийде темному кінець. Сьогодні, люди, просто мушу нести вам Бога до сердца. Я, Боже, я его просто тихо написал, тихо сюда по пути. Бо мені просто було, ну, якби голоса нема, надо было якось чогось почати. Так я, так я викрутился. Господь, Господь, мой пастер. Господь, мой пастер, я един. Чему по святу мандруем и уже не видимо конца? Чему все родители умирают и как у света мы можем жить? Чи правду мы про это узнаем, чи мы можем туда ходить? Мой сын, ты молишь Бога, чему ты звешь меня всегда? У каждого своя дорога, и лишь не каждый хочет идти. Все души, которые в земном свете, забывшие все свои грехи, Как колосся в летнем житве, мают час зайти и расти. На жаль, забывшие, что не вечные, стоят, как черные бурьяны, Так и в пошуках от вечных, и идут от мира до войны. Та дзвони церкви у неделю, ты причаститься прийди. Я каждому даю святыню, чтобы он меня сумел найти. Иди, дитина, до народу, скажи всем, что я сказал, Хай пьют все священную воду, которую я людям даровал. В молитві идите до меня души, я души тих благословлю. И будут вам моря та суши, и благо вам я с ним створю. Пошел Господь, и стало темно. Підвився я с твоих колен, и зрозумев, что не даренно. Господь таки меня створил. Значит, у него не третий есть. У него там уже много стихов. И когда мы в пасторской говорили с Сергеем, и мы поняли о том, что когда ему приходит стих, и он не знает, что он пишет. Но потом, когда напишет, он тогда читает, что я написал. То есть явно по духовному возрасту его, скажем, думаю, что стихи глубже. Понимаете, да? То есть оно течет от Духа Святого. И я думаю, что в течение сегодняшнего еще служения мы еще дадим вот пару стихов рассказать. Хорошо? Еще раз приветствуйте их, Пане. Приветствуйте Валерию. Спасибо, Павел. Раздайте Богу славу. Давайте мы поднимемся на ноги наши. Поколпаем Богу. Давайте крикнем Аллилуйя, что он достоин, что он из Бога глуп, что он из царь царей. Еще, еще царь, как вас нафигу. Барабаны, где вы, музыканты. Воздаем ему славу, потому что это не его день сегодня. Это мы в его день. Аминь. Аллилуйя. Присаживайтесь. И я хочу сегодня сказать слово от Бога, которое сегодня Бог ночью сказал, два слова. Первое слово, может, для некоторых неудобно будет. Бог сказал. Не радуйтесь, что бесы повинуются вам, а радуйтесь, что имя ваше записано в книгах жизни. Воздаем ему славу, что твое имя, оно записано. И я хочу сказать, что место в Писании прочитать, это Луки, четвертая глава. Откройте все. Из семнадцатого стиха. Ему подали книгу пророка Исаии. И он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано. Дух Господень на мне. Ты рады, что Дух Господень на тебе? Воздай сегодня еще аплодисменты Богу. То, что Его Дух на тебе. Что Он в тебе. И написано, Он помазал меня. Скажи, Он помазал меня. Скажи, я помазанный. Я помазанник, скажи. Потому что Он помазал меня и тебя. И благовествовать нищим. И послал меня исцелять сокрушенных сердцем. Кого послал Господь, скажи? Тебя и меня. Аминь. И вот написано, что сокрушенных сердцем проповедует пленным освобождение. Барабаны, где вы? Пленным освобождение. Слепым прозрение. И отпустить измученных на свободу. Ты рады, что Бог тебя на этом помазал сегодня? Правда, Саша? А ну, папа, рыбай-то. И написано. И закрыв книгу, отдал служителя. Сел и глаза всех у него были устремлены на него. Вот знаете, вот так вот смотрят. Почему? Потому что, когда устремлены на него, и он начал говорить им. И ныне исполнилось Писание, если слышишь о вами. И все засвидетельствовали ему и делились словам благодати, исходящих из уст его. Слушай, ты сегодня хочешь слышать через проповедующие слова благодати? Подними руку. Ты сегодня хочешь, чтобы помазание передалось на тебя? Я очень хочу. Засвидетельствую одно чудо. Вот за помазание. Когда-то мы поехали на море, на 10 дней. Это спокойно моим наставником духовным, Павлом Соболем. И вот мы прославляли две сестры на гитаре, знаете. Но я только туда хотела поиграть на гитарке, а они – нет. Это мы играем. Потом я смотрю, гитара стоит. Я раз к сцене. Они не пользовались этой гитарой. Потом раз – они – нет. Этой гитарой. И зачетляли. И я как-то чувствовала, что вот какое-то процентное отношение ко мне. Бывает такое? Слушайте. А ревность моя по Богу – славить Ему, петь Ему, восхвалять Ему. И вот я встаю рано утром, в 5 утра, когда они все спят, беру эту гитару и, Господи, я хочу Тебя славить. Даже когда никто тебя не слышит. Даже никто, когда не видит, что я Тебя славлю. И я начала петь, прославлять. И что вы думаете? Вечером звонит Григорий Павлович. И говорит, Таня, ты будешь на конференции петь ровно две песни. Вот это Бог наш. Который великий Бог. Пусть тебе не дают сегодня гитару. Пусть тебе что-то не дают. Но Он видит твое сердце. Аминь. И помазание Его сегодня, оно будет на тебе. Скажи, оно на мне. Воздайте, воздайте Богу славу. Воздайте. Вставайте на ноги свои. И наша молитва сегодня к Нему. Аллилуйя. Господь, мы благодарим Тебя. Что Ты есть Царь Царей. Что Ты есть Бог Богом. Что Ты Бог Милости. Что Ты Бог Совершенный. Что Ты как друг, как человек к нам, Господь, относишься. Мы благодарим, что Дух Божий, который был на Тебе, Иисус, Он в нас. Потому что Ты в нас, а мы в Тебе. И Ты во мне, Господь. А мы в Тебе, Иисус. Мы благодарим Тебя. Что Твое помазание, оно учит нас. Оно разрушает. Оно исцеляет. Оно вдохновляет. Оно восстанавливает. Оно созидает. Оно разрушает всякое Ермо. Пусть Твоя слава сегодня будет. Пусть сегодня Твои благословения пребудут на нас. На народе Своем. Которые будут хвалить сегодня. Рука плескать Тебе. Славить Тебя. И пусть благодать сегодня исходит из наших груз. Народ Божий. Рождаем у славу. Рождаем у хвалу. Парадуя. Парадуя. Давайте будем вместе рукав плескать нашему грузу. Парадуя. Мы безусловно прославляем тебя. Мы открываем наши сердца. Откройте, что сбили своему сердцу. И прославляем Бог. ПЕСНЯ 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 Я не открою своих глаз, я прикоснусь к тебе сейчас, я хочу слышать голос твой, я склоняюсь. Я склоняюсь пред тобой, стоя на своих коленях, я не открою своих глаз, я прикоснусь к тебе сейчас, Я хочу слышать голос твой, Иисус, я хочу быть с тобой, вечно слышать голос твой, просто смотреть в глаза твои, лежа на твоей груди. Я хочу быть с тобой, вечно слышать голос твой, просто смотреть в глаза твои, лежа на твоей груди. Новые силы дал мне ты, новые силы дал мне ты, не все желания и мечты. Иисус, я хочу быть с тобой, вечно слышать голос твой, просто смотреть в глаза твои, Я хочу быть с тобой, вечно слышать голос твой, просто смотреть в глаза твои, лежа на твоей груди. Я хочу быть с тобой, вечно слышать голос твой, вечно слышать голос твой, просто смотреть в глаза твои, Я хочу быть тобой Я хочу быть тобой Я хочу быть тобой Я хочу быть тобой Вечно слышать голос твой Просто смотреть в глаза твои Лежа на твоей груди Я хочу быть с тобой Вечно слышать голос твой Просто смотреть в глаза твои Лежа на твоей груди Я склоняюсь пред тобой Я склоняюсь пред тобой Стою на своих коленях Господь мой Я не открою свои пасть Я прикоснусь к тебе сейчас Я хочу слышать голос твой Ты дал мне силы, Господь Новые силы дал мне ты Мысли, желания и мечты Вывел меня и силы И дал мне свою любовь Я хочу быть тобой Быть в присутствии В твоём Больше, чем ты Я хочу быть с тобой Вечно слышать голос твой Просто смотреть в глаза твои Лежа на твоей груди Я хочу быть с тобой Вечно слышать голос твой Просто смотреть в глаза твои Лежа на твоей груди Я хочу быть с тобой Вечно слышать голос твой Вечно смотреть в глаза Лежа на твоей груди Лежа на твоей груди Я хочу быть с тобой Вечно слышать голос твой Сейчас в мир Иисус, мы хотим все время лежать на твоей груди. Следующий подарок для нас от Бога — это находиться в Божьей Церкви. Аминь. И я хочу, чтобы вы вместе со мной открыли книга пророка Исаии, 40 глава. Книга пророка Исаии, 40 глава, 12 стих. И здесь нечто написано о нашем великом и удивительном Боге. «Кто исчерпал воды горстью своей, и пятью измерил небеса, и вместил в меру прах земли, и взвесил на холмах горы и на чашах весовых холмы?» Кто? Кто это мог такое сделать? Только Бог. Ну, и как-то я читал однажды литературу по поводу небес, вселенной. И сейчас у нас будет небольшой маленький курс астрономии, не астрологии, прошу не путать. И вот, знаете, что диаметр Земли, он 40 тысяч километров. И для того, чтобы пройти, нужно 7 лет. Был один такой парень, и он прошел за 7 лет от диаметра Земли. Вы знаете, что мы находимся в созвездии Млечный Путь. Знаете об этом? И вот для того, чтобы дойти с одной части Млечного Пути к другому, нужно двигаться со скоростью света, что значит 300 тысяч километров в секунду. 300 тысяч километров в секунду. Нужно всего лишь 100 тысяч лет. Совсем чуть-чуть. Всего лишь 100 тысяч лет. И вы знаете, что Млечный Путь — это одна галактика. Знаете, сколько определяют галактик во всей Вселенной? Миллиарды. И место в Писании, которое мы прочитали. Кто исчерпал воды горстью свою и пятью измерил небеса? Небеса здесь переводится как Вселенная. Знаете, какое расстояние во Вселенной от края до края? Я не знаю. Но я думаю, что очень-очень-очень много. Знаете, сколько пяти? Это 17, почти 18 сантиметров. И вот это вот все расстояние от края до края — Бог. Великий, всемогущий Бог. 17 сантиметров. И он говорит, ребята, я измеряю вот это расстояние вот так вот. 17 сантиметров. Слушайте, есть ли для Бога, для такого великого, всемогущего Бога, что невозможное, чтобы делать в наших жизнях? Есть или нет? Ничего нет. Ничего нет невозможного. А еще, кстати, Давид молился, говорит, Господи, преклони-ка мне ухо свое. Давид, ты не знаешь, о чем ты молишься. Но, если что невозможное, чтобы изменить Богу в наших жизнях? Нет. Ему нужно только одно сделать — сказать слово в нашу жизнь. Когда Иисус ходил по земле, к нему приходили люди и говорили, Господи, у меня дождь больна. И ему говорят, Господи, ну ты только вышли с слова, и все изменится. И вы знаете, что, возможно, на вас сегодня кто-то говорит нищий, кто-то говорит бедный. Возможно, вы сами на себя так смотрите. Но я вам хочу сказать, нам нужно только одно, чтобы Бог нас назвал по-другому. Аминь. Аминь. И когда-то было в моей жизни, что нам очень сильно нужно большее слово, во всякое время. И когда-то в мою жизнь пришло одно слово от Господа. Я хочу, чтобы вы открыли его вместе со мной. Это послание к Коринфянам, вторая глава, точнее, извиняюсь, второе послание к Коринфянам, девятая глава, шестой стих. Второе послание к Коринфянам, девятая глава, шестой стих. Кто открыл, скажи аминь. Девятая глава, шестой стих. При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. И это слово, прям, знаете, оно ожило для меня. Бывает, ты читаешь и как бы, ну, прочитал, и оно вроде отложилось. Но бывает прям, оно начинает жить в тебе, оно начинает, ну, я извиняюсь за такое слово, оно начинает где-то терзать тебя. Ты постоянно об этом думаешь. И я был студентом библейского колледжа, я учился на библейском колледже. И проповедник, когда проповедовал, он говорит, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. Я говорю, Бог, ну ты же не говорил об этом. И я тогда был студентом библейского колледжа. Кто знает, студенты, они учатся с девяти до двух. И потом у них свободное время. И мне как студенту, мне нужно было зарабатывать деньги. И я очень хотел, чтобы, знаете, я как мужчина был немножко обеспечителем дома. Хотя бы у мамки на проезд не брать. Хотя бы. Но Бог мне говорит, ты хочешь, есть нечто большее во мне. И если ты хочешь, я могу умножить то, что ты имеешь. И знаете, ну, когда у тебя остается немножко денег, и ты понимаешь, что это немножко денег, и отдавать Господу это немножко, то оно внутри, как, знаете, там 20 гривен, но оно кажется как много. Понимаете? Оно кажется как будто очень много. Но на самом деле, я говорю, ну, Господи, хорошо. И я тогда работал установщиком, мастером установщик стиральных машинок. При этом, при том, что я учился на библейском колледже. И я посеял Господа. Прошло буквально, закончилось служение, проходит 10 минут, и мне начинаются звонки. Но никто в 9 часов вечера не звонит по поводу установки стиральных машинок. А у меня же с Богом, знаете, ну, вопрос. Боже, ну я посеял, теперь ты посеял, твоя очередь. И я посеял. И начались звонки в 9 часов вечера по поводу установок стиральных машинок. Кто может так делать, как не наш Господь? Аминь. И я говорю, Господи, отлично. Приходит воскресенье. И кто-то призывал пожертвование. Я говорю, Боже, ну давай еще попробуем. И я Господу еще больше. Хотя все по вере. Тоже там немножко было, но больше. Заканчивается служение. И Господь опять начинает звонить. Но кто звонит в воскресенье по поводу установки стиральных машинок? Кто может так делать? Я даже понятия не имел, как Бог может так вот сделать. И у меня началось умножение, умножение, умножение и умножение. Я, будучи студентом Библийского колледжа, во славу Господу, зарабатывал по 600 гривен в неделю. 2 400 в месяц. Что нам нужно, это только слово от Бога. И сегодня то, что Бог говорит для нас, для вас сегодня, это кто скупо сеет, тот скупо и пожнет. Хочешь славу Божью в своей жизни? Хочу. Хотите славу Божью в своей жизни? Конечно, хотим. Вы знаете, что делать. Давайте возьмем сейчас пожертвование наше, которое мы приготовили для Господа, чтобы Он прославился. Дорогой Дух Святой, Боже, Ты велик, Ты всемогущ, нет такого, как Ты. Ты действительно, Ты мега крут, Отец. Ты прославлен, Ты прекрасен, Ты чудесен. И все, что нам нужно сегодня от Тебя, Господь. Когда мы будем жертвовать, когда мы будем давать развитие Царства Твоего, мы хотим, чтобы Ты в ответ, как следствие нашей любви, чтобы Ты выслал Слово в нашу жизнь, которое бы изменило, которое изменило бы ход истории, ход событий. И, возможно, кто-то сегодня, Господь, не имеет такого большого достатка, но Ты скажи Слово в их жизни, чтобы абсолютно все изменилось, атмосфера поменялась. Боже, и мы будем прославлять Тебя, величать и весь народ, и Богу великую, потрясающую славу, ибо Он того достоин. Слава, слава, слава. И, народ, Боже, проходите и жертвуйте. Аллилуйя. Вот как-то вдохновением, вот, слава Богу. Пожалуйста, Вам еще два стихотворения. Хорошо? И Он мне сказал, сколько дадите местно говорить? А я спрашиваю, сколько тебе надо? Он говорит, если сутки дадите, я буду сутки говорить, потому что я буду говорить о Боге. Аллилуйя. Пожалуйста, еще раз приветствуйте Сережу, Сережу. Значит, один раз мне проснился сон. Ну, не схожий на все остальные. Они, взагалі, перед тем, как я начал писать, начали снились совсем другие сни. Ну, несколько версий, даже не несколько, а часть моей поэзии саме из снов. То, что я выкладываю свой сон на строчки. Я написал такой версий. Я его назвал «Мой дух». «Мой дух, прийди до меня в груди, и силы дай для перемог, что мое быть, то и будет, лишь так, как скажет мой же Бог. Мой знак води – то оберег, молитва – щит, та еще щит – хвилі, которые летят мне до них, сприя приливу новой силе. Господь – то пастор, меч – то дух, и воля – идти до перемоги. Подниму хвилу и мой рух, и Бог освитит все дороги. Пять тысяч лет я это ждал. Пять тысяч лет я ищу до себе. Господь мой пастор обещал, что на земле я небо требую. Тож сила давних тих веков, прийди до меня знову в груди, с могил поднявши казаків, сделаю я то, что мое быть. Ну, взагалі, так вот такой сон мне приснился, я десь побачил себе. И другий вірш, ну, другий вірш, така предисторія, поїхали ми з дружиною на карьер там в нашому районі покупатися, там він затоплений, і там така прозора вода, десь, мабуть, метрів десять видно дно. А коли з висоти дивишся, там є саме така глибока точка, десь приблизно 30 метрів, то така чиста вода, а внизу темно-темно. І от заглянувши на хвилину туди, сразу лягли строчки. Я приїхав додому, зберіг голові цю картину і сразу виложив її віршом. Можливо, щось буде незрозуміло, але я маю це прочитати. Із чорного німого дна на землю вилізе потвора. В той день не прийде вже весна, сьогодні зміниться навчора. Оті, що мовили, мовчать, бо страх скує у сім'їм рота. Незмога буде вже кричать, і прийде шостий день субота. Із неба прийде білий птах, та образ має чоловічий, зробивши лише мечем він мах. Покаже облік воєвничий. Так світ у темряві полине, і в сьомий день засіє світ. Розстануть хмари в небі синім, і буде ангелів політ. Та люди гріх в воді не змиє, бо темний прийде за людьми. У сьомий день світ зажуріє, що став він пристаню пітьми. І прийде воїн двоєдушник, всім ангелам і людям брат. П'ять тисяч літ він був послушник, і Бог вернув його назад. В останній раз вогнені хмари під тьму погонять до воріт. Розкинуться пожежі і жари, і чорних прохолони слід. В цей день Господь прийде до смертних, і люди віру знову знайдуть. І те, що бачили безсмертних, їм доведеться всім забути. АПЛОДИСМЕНТЫ І ще прийде на діток. Я вот слушаю українську мову, а вот чудись не почав говорити український мов. І, конечно, я сразу би, вот, і він би повторяв, Поправлял бы меня. Пожалуйста, подходите с детками и... Ага, вот так. Аллилуйя. Это твои, а это твои. Ну давайте, дедушки, бабушки, вы уже благословляли ваших внуков? Благословляли, да, внуков? Вы молились за них? Да? Аллилуйя. Дедушка любит внуков? А больше, чем вас? Ой-ой-ой. Покажи. Конечно. Как не любить, да? Аллилуйя. Такое сознание Божие, которое будет набирать силу. Которое будет набирать силу с возрастом. Пожалуйста, церковь, пожалуйста, приподнимись на ноги свои. Если у тебя есть вера, пожалуйста, протяни руки веры сюда. Пастора, пожалуйста, подойдите сюда для этой молитвы. Пожалуйста, давайте возлагать руки на них. Давайте возлагать руки на этих деток и на все обстоятельства жизни. Дорогой Бог Святой, мы благодарим тебя от всего сердца за то, что мы имеем сегодня на этом собрании этих деток. Господь Бог Святой, и они сегодня нуждаются, Господь Бог Святой, в молитвах, Господь. И они сегодня нуждаются, чтобы ты пришел и прикоснулся своей божественной рукой. Господь этих деток. Господь, просто протяни свои божественные руки и благослови своими благословениями. Господь, пусть это распространи над этими семьями твое благоволение. Господь Бог Святой, пусть приходит обрада, защита от всякой беды, от всякого несчастья, Господь, защити. Господь, потому что в благословении Твоем нет горя. Господь, но есть счастье, есть благодать. Господь, Господь, пусть приходит. Господь, и естественно, и сверхъестественно обеспечения жизни этих детей. Господь, и потому благословляет Господь всех этих семей. И чего они состоят, ты знаешь. И ты можешь использовать все, Господь. И когда ты касаешься, все приумножается. Господь, и конечно же, ты прославляешься. И верим, что ты прославишься, Господь, и в этих мамах. Господь, и в дедушке, бабушке. Господь, да прославится, да прославится имя святое во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Аллилуйя. 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 Пусть Бог благословит всех нас. Моей тёще 80 лет. Аллилуйя. Именно сегодня 16-го числа. И где-то в 5 часов мы поедем, соберемся, все дети, внуки, чтобы поздравить. Вот чудо. Планировалось, что она должна была умереть уже несколько, больше десятка лет. Но Бог прогревает. Аллилуйя. Люда вот сидит. И помните Мишу, который сидел рядом, муж? Нет. Например, сервис печени, там печени не было. И врачи сказали, как он живет до этого времени. Молились. Но свершилась его воля. Скажи Аллилуйя. Если правда, то можно позавидовать тем, который уже там. Если ты понимаешь Библию, когда основание, ты понимаешь. И практически мы все идем с радостью. Для кого-то стих близко. Говорил стих, что будет время, когда люди будут кричать. Горы, падите на нас. Холмы, покройте нас от лица грядущего. Для кого-то это будет ужасно. И написано дальше. И они не послушают их. Но кто-то узрит и крикнет. Ей, гряди, Господи. Аллилуйя. Аминь, церковь. Аминь, церковь. И мы будем торжеством. 12 числа минуло. Уже 12, 12, 12. В пятницу, 21. Надо всем сказать, кто боится. Пожалуйста, все в церковь. Там единственное место. Аллилуйя. Сегодня как будто бы настроение такое было, что в том, что вот как-то церковь, ценим церковь. Правда, нет? Как-то Бог вот это здание избрал, вот это место карнавальное 90, для какого-то особого времени. Да, правда, да? Когда мы приходим сюда, вот здание не церковь. Понимаете, да? Но это собрание душ. И написано в Священном Писании о том, что где соберутся двое или трое, то что во имя мое, то это церковь. Там, где Христос, там церковь. А где Христос, где церковь, это какой-то взрыв. Это что-то. Знаете, вот хотел бы сказать, что вот из каждого из нас вот состоит церковь. Правда, нет? Вот каждый из нас, мы являемся частью. Скажи себе, я часть церкви. Или, можно так сказать, я один из камушек, с которого выстраивает кто? Христос выстраивает церковь. Вот, знаете, что это здание состоит из множества камней. Шлагоблотом сегодня, да? Значит, и между ними есть раствор. Я думаю, что это Дух Святой, который слепливает нас. Скажи соседу, Дух Святой меня слепливает с тобой. И потому я, вот, вот, камушек еще ничего. Ты хороший камушек, нет? Хороший камушек? Значит, я хочу сказать, здесь уже передо мной умничали. Рассказывали всякие, высокие технологии. И, ну, как-то я хочу тоже поумничать. Значит, вы знаете, что вот это, когда чем больше, чем выше стена строится, тем сложнее ее разрушить. Вы знали об этом или нет? Вот, допустим, если стоит шлагоблок и взять его небольшой молоток, его можно так бах и разбить. А в стене, когда находится этот шлагоблок, его сложно разбить. Ребританты знают. Они разбивают. Значит, что происходит, когда вот это, вот это, чем выше, 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 оно все давит, и происходит так называемая энергия. Понимаете, да? Которая создает давление, то есть энергию создают. И ты потом пытаешься сразить эту энергию. Вот это. Если из каждого шлагоблока вот этот раствор снять, тогда тебя легко разрушит. Ты понимаешь, важность церкви, нет? Вы понимаете, важность церкви? Да что вы сидите, эй, смотрите, понимаете? Ну, говорите, аллилуйя, значит. Значит, скажи соседям, я счастлив сегодня. Вот так. Если даже не счастлив, говори счастлив. Послушайте, я так думаю, что, думаю, что вот эта энергия, которая, которая, правда, что на нас, вот когда мы пришли к Богу, вот что-то изменяется с нами, да, вот мы меняемся. Почему? Потому что мы в четверг говорили о том, что что-то в нас производит Дух Святой. Дары Духа Святого. И они что-то с нами делают, чтобы мы соответствовали Церкви Божьей. Как вы думаете, мы являемся Церковью Божьей? По какой причине? Мы являемся Церковью Божьей. Как это определить, что мы Церковь Божьей? Ну, зря смотрите. Мы же говорили, двое или трое собраны. То есть мы собираемся не для того, чтобы там базар в этой стране. Послушайте, мы собираемся во имя Его, для славы Его, и чтобы проповедовать Евангелие Царство. Это называется Церковь Божья. Церковь Божья. Знаете, вот я хотел бы нарисовать еще картину. Значит, мы уже определились, кто является главой Церкви. Кто является главой Церкви? Иисус. Значит, еще скажите Иисус. Иисус. Или скажи Иисусу. Иисус, Ты глава нашей Церкви. То есть, можно сказать, можем сказать основание, на котором строится все. Можем второе основание назвать. Это Библия. Слово. Понимаете, да? То есть, практически единственная книга в мире, если помните, кто-то слышал о том, что Хрущеву в свое время сказал, что я вам гарантирую, что пройдет время моего правления. И я по телевизору покажу последнюю Библию по экрану. Послушайте, Библия умножается, Хрущеву. Нету Хрущева. Аминь. Послушайте, жалко бедная личность заявлять такие вещи. Вы со мной или нет? Послушай, но Царство Божие, оно не остановится. Потому что сказано, я создал Церковь мою и врата ада. Скажите, и врата ада. Еще скажи, врата ада. Еще скажи, врата ада. Если ты чего-то боишься, если тебя что-то угрожает, знай, врата ада. Врата ада. Не одолею. Скажите, не одолею меня, потому что Христос со мной. Скажите еще, Христос со мной. Давайте место открываем. Священное Писание. Вот мы сказали, глава Христос, и еще, что является главой? Слово. Говорите, говорите, Библия. Значит, получается так, что я немножко позже буду говорить о том, кто может быть членом церкви. Но то было ошибочно написано там, немножко, не полностью правильно. Я хочу проповедовать сегодня не только о том, кто может быть членом церкви. Я хочу сегодня проповедовать и о том, но хочу проповедовать о церкви. Вы со мной или нет? То есть, практически мы сказали, что глава Христос, основание Библии. Скажите, Библия. Вот возьми Библию, скажи, Библия, мое основание. Основание моего беда. Основание моего пути по жизни. Аллилуйя. Вот чудесно. Я чувствую помазание сейчас. Вот, но еще хочу сказать, что еще Бог избирает человека. Вы понимаете, нет? Есть кто-то говорит, что Бог мой спаситель, а люди есть никто. Нет, это неправда. Даже если я не несу никакого напряжения, если не несу напряжения, не являюсь напряженной стеной, все равно я не ничто, а я Дитя Божие. Если ты Дитя Божие, член тела Иисуса Христа, ты не ничто. Ты являешься в челе великого Иисуса. Скажи, Аллилуйя. Послушай, я так думаю, что если перестанет у нас почтение служителей, тогда для нас будет все размыто. Вы меня слышите или нет? Потому что чаще всего мы получаем какие-то откровения, познания посредством. Бог берет ослика, пастора берет ослика, чопенка ослик, молитвника ослик, и мы несем, мы идем. скажите, Аллилуйя. Значит, Ефесянам открыли уже. Мы сейчас считаем с 11 стиха. И он поставил одних апостолами, скажите, одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пасторями и учителя. Послушайте, я уверен в том, что не я захотел. Вы меня слышите или нет? И я так думаю, что не я захотел, я думаю, что он захотел. Понимаете, да? Вот, допустим, есть среди нас люди, которые имеют какой-то нагруз. В горнице кто-то работает, кто-то вруб в порядке, приветствия, все-все-все. Кто находится в какой-то ответственности? Поднимите руки свои, поднимите, поднимите, подержите руки. Как вы думаете, галочка, рисы? Их риск могут поднимать руки все. Еще раз поднимите все руки, те, которые несут какую-то ответственность. Дорогие, дорогие, отпустите, я к вам сейчас скажу. Кто уверен, что тебя Бог поставил на это служение? Здесь написано, вы прочитали, да? Если кто думает, что тебя Бог не призвал, оставляй. Послушай, или взмолись, чтобы он пришел и сказал, ты мне нужен. Аминь или нет? Послушайте дальше, что здесь написано. К совершению святых на дело служения для созидания тела Христа, то есть церкви. Для созидания тела Христова это что? Это церковь. И Бог избрал нас всех для того, чтобы созидалась церковь. послушайте сюда. Как вам кажется, у нас нормальная церковь? Или ненормальная церковь? Вот я сегодня сидел бы, об этом думал, вот здесь. Я думал, что вот когда Анечка сказала, поднимите руки. И мы все поняли руки. Я думаю, если нас сфотографировать, наложить вот так фотографии. Вот форма наша, вот мы. Улицу стереть, таксу стереть, работу стереть, чтобы мы тебя такие. Церковь. Но мы церковь везде. Скажи, церковь везде. О чем здесь говорится? Давайте посмотрите дальше. Доколе все придем, скажите, доколе все придем единства веры? И познание Сына Божьего, Мужа Совершенного в меру полного возраста Христом. Как вам кажется? Стоит еще работать? Для служителей, для всех нас, стоит еще работать? Послушай сюда. Бывают такие обстоятельства, когда лучше бы, если бы не знали, что мы христиане. Лучше бы, если бы не знали, что мы церковь, что я тело, скажи, я тело Господа Иисуса Христа, оно соответствует это тело? Ты соответствуешь приращиванию и созиданию, которые есть глава церкови. Я хотел бы спросить, за кем придет Христос? послушай, во-первых, Христос придет за церковью, во-вторых, придет за мной. Почему? Потому что я принадлежу, скажите, я принадлежу, я принадлежу церкви, я являюсь хорошим. Да? Кто там говорит Христос? Спасибо. Если это не критически, то молодец. Если ты меня не критикуешь, Христос? Аллилуйя. Значит, смотрите дальше. Но истинной любовью все, скажите все, но истинной любовью все возрастали, скажите возрастали в того, который есть глава есть куда расти. Вот допустим скажем так, вот я должен вот быть рядом, иди сюда. Вот мы в машине в трюме сидели они, да, сзади машины, и так далко было там среди, и они терлись другу. И классно. Чувствую. И еще да, вот это чудо. Крама теории. Патриса, соседа, Патриса, соседа, скажем, о-о-о-о, хороший камень рядом с тобой, правда, нет? то есть мы являемся где-то где-то совокупленными, скажите, вместе. Послушайте, послушайте, вот я хотел бы сказать, что особое время для церкви, когда собираемся как церковь. Это особое время. Кто так понимает? Да. То есть это особое время для того, чтобы потереться. и потому я всегда советую, если ты хочешь быть хорошим членом церкви, после служения не беги, не текай с церкви, особенно 21 числа. Не текай с церкви, а продолжай через. Скажи, скажи, я буду интересом тебе, скажи, я буду интересом тебе, я буду вместе с тобой. Аллилуйя. Знаете, когда вот мы тремся так, раствор появляется между нами, который есть Дух Святой. Скажите, Дух Святой есть, но не всегда. Есть моменты, когда вот сплетни, вы слышали сплетни церкви? Ну, тоже. А вы рассказываете, что мы такие хорошие. А клевета. А клевета. А враждан. Вот всякое, всякое. Господи, помилуй меня. Да? А? Хорошо, если бы ты понимал, что он удобрение. А он считает с него, да. Да. Головой считает. это просто превышающий 16 тысяч, из которого, скажите, из которого все тело, скажи, все тело, составляемое, составляемое, надо в школу ходить, да, библейскую, чтобы понять, составляемое, совокупляемое, посредством, взаимно, всяких, скажите, всяких, взаимно, скрепляющих, скажите, скрепляющих, связей, предельствий, в свою меру у каждого члена, возьми за руку, вот члена, вот соседа, получать приращение для созидания самого себя в любви. Церковь! Церковь! Аллилуйя! Церковь! Вот и произвращает, созидая, совокупляет, сколько всякого происходит, Бог творит церковь, когда она становится несокрушимой. Скажите еще, аллилуйя, несокрушимая, непобедимая церковь. Почему? Потому что мы есть тело. Вот скажем так, Иисус Христос 2000 лет назад, немножко уже больше, 2012 лет назад, значит, он имел тело. Скажите, тело. Он имел тело свое. Значит, он родился, он в теле рос. Скажите, рос в теле. И дорос до полного возраста, значит, и все. И все. Христос дорос до человеческого уровня, и все. Но это не удовлетворило сердце Христа. Вы понимаете или нет? Его это не удовлетворило рост. Он хотел посредством церкви, скажите, церковь, оставит как тело свое. Скажите, тело. Он оставил тело свое. Для того, чтобы извалять свою волю на этой земле. Для того, чтобы являть себя, скажите, себя, являть себя посредством кого? Через тело, которое есть церковь. послушайте, на сегодняшний день, насколько тело Иисуса разрослося. Ну, не пусть будет Украина, аллилуйя, но Африка. Скажите, аллилуйя. Послушай, но в Израиле. Можешь сказать, аллилуйя. Послушай, есть большая церковь в Египте. Можешь сказать, аллилуйя. Вот так растет тело Господа Иисуса Христа. Да, вот это одна нормальная член. Одна нормальная члена. А все стены сидят. Чего вы сидите? Надо радоваться. Ты не рад, да? Рады, да? Послушай, когда-то я поехал куплять машину Ростов-на-Дону. Значит, и с одним коммунистом трех организаций, руководителем компартии, трех организаций. Значит, и когда мы приехали туда, и он спрашивает, а ночевать где будет? Я говорю, это же батько коммунистов. Зайди до любого, спроси, тут есть коммунисты? есть, пусти спать, я батька ваш. Пустит тебе, чё не пустит? Кажали, пусть не пустит. Я говорю, а теперь смотри, я спрашиваю, где здесь берущие? Ну, попал на пастора. Сказали, там что-то живое. А чё вы спрашиваете? Потому что я что-то. а чё вы хочете переночевать? И только пастор вот этот открыл дверь, и там общие оказались знакомые. Мы обговорили, поговорили с ним. Он кормил нормаль даже коммуниста. Значит, он был таким счастлив, знаешь, блатым среди нас. скажи, на тело. Значит, вот представьте себе, что он захотел, скажи, он захотел меня, чтобы был я его телом. Для тебя это что-то значит или нет? Он признал тебя, что ты сможешь быть им. Скажи, еще я дитя Божье. Скажите, еще я член тела Господа. Вот благодать на тебе есть? Давайте мы сейчас, я хотел бы сейчас не сколько говорить, а сколько чтобы вот Дух Святой, мы еще, после этого мы еще будем открывать некоторые вещи, которые даже для разума может резать, для разума может резать, но я буду говорить и с силой. Послушайте, давайте мы сейчас как-то побудем молить, давайте сейчас вот войдем в поток, поток, пожалуйста, проводи нас молиться. Галерю, галерю, давайте, давайте, давайте молиться, дорогие. Если ты церковь, слава, слава, слава тебе, дорогой Дух Святой, аллилуйя, вся слава тебе, дорогой Бог живой, аллилуйя, во имя Иисуса Христа Господь, мы так нуждаемся в тебе, Дух Святой сейчас, в твоей Святой благодати Господь, в твоем Святом Духе жизни, Дух Святой, дорогой Дух Святой, дорогой Дух Святой, дорогой Дух Святой, мы тело твое, Бог наш, мы церковь твоя, Дорогой наш Иисус Христос, дорогой наш Господь Иисус, 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 дорогой наш Иисус, мы Твоя церковь, мы Твоя невеста, Иисус, дорогой наш Иисус, дорогой наш Господь Иисус, мы Твоя невеста, мы хотим быть лучше, дорогой наш Иисус Христос, дорогой Дух Святой, мы хотим быть лучше, мы хотим быть лучше, изменяй наши сердца, Дорогой Дух Святой, удали всякие твердыни в нас. Дорогой Дух Святой, распространи Твои святые пределы в нас. Дорогой Дух Святой, распространи Твои святые пределы в нас. Твоим Святым Духом, Господи Божий наш. Дорогой Иисус Христос, мы так любим Тебя, мы так нуждаемся в Тебе, Дух Святой. Мы любим Тебя, Иисус, мы Твоя невеста, преданная и верная Тебе. Тебе, дорогой наш Иисус, дорогой наш Господь и Бог, мы верные Тебе. На самом деле мы Твои, Иисус, мы дети Твоего Царства, мы дети Твоего Неба, Господь, Бог Святой. На самом деле мы Твои, несмотря ни на что, ни на какие дела какие-то нехорошие. Дорогой Господь, Бог Святой, но милость Твоя превыше всякого разумения. Но милость Твоя, она безусловная, дорогой Дух Святой, наполняй нас Собой еще больше. Наполни сейчас, мы так нуждаемся в Тебе, Дух Святой, сейчас. Здесь, и злей благодать Твою, и злей во имя Иисуса Христа, Дух Святой. И злейся во имя Иисуса на нас. Сейчас разум пусть станет мягче, пусть сердце, оно станет мягче, добрее, лучше. Пусть уйдут всякие твердыни, пусть уйдет всякая обида, всякое разочарование. Пусть всякие душевные раны, они исцелятся сейчас во имя Иисуса Христа. Пусть уйдет всякая обида какая-то, какое-то огорчение, чувство вины. Пусть уйдет всякое разочарование во имя Иисуса Христа сейчас. Дорогой Дух Святой, мы готовы для Тебя. Наше сердце, оно готово для Тебя. В нашем сердце нету места для всякой злобы, для всякой нечистоты. Нет места. Мы освобождаем сейчас это место для Тебя, Дух Святой. Наполняй, наполняй больше нас. Наполняй больше нас, Дух Святой. Еще больше мы ожидаем Тебя сейчас. Ты нужен нам еще больше. Разум, разум пусть будет родным нам сейчас, Господи. Разум пусть будет Твоим, Иисус. Дорогой Иисус, дорогой Иисус, дорогой Иисус, пусть разум нам будет родным. Пусть мудрость Твоя, она будет сестрою нам, Господи. Здравомыслие, рассудительность пусть будет на нашей шее всегда. Всегда, где бы мы ни были, что бы мы ни говорили, здесь, внутри церкви, где-то наружу церкви, Бог. Бог, пожалуйста, пожалуйста, обнови нас. Сделай нас лучше. Сделай нас наполнено с Твоей силой, Дух Святой. Дорогой Дух Святой, наполни нас Твоей силой, премудрости и откровения, Господи. Чтобы мы были сильны, Господь, в любви Твоей, Иисус. Чтобы мы Твоей любовью покрывали все. Чтобы Твоя любовь, она протекала через нас, дорогой Господь. Чтобы текли действительно эти реки живой воды внутри нас, Господь. Чтобы наше тело, Господь, это Твое тело, как мы в Тебе, Господь. Так Ты в нас, Бог великий. Так же, как Сын в Отце, когда мы видим в своих детях себя. Так же, Господь, дети наши в нас, Иисус. Так мы в Тебе, Бог великий. Но Ты в нас, Иисус. И мы едины с Тобою, Господь. Как церковь Твоя, как тело Твое, как невеста Твоя, готовая в брачную ночь, Иисус. Благослови нас, Господи. Благослови нас, Боже всемогущий Бог наш. Благослови ходить в этой чистоте. Благослови быть в этой святости, Господи. Чтобы мы, Бог Святой, действительно оставили всякие распри, всякие сплетни, всякие раздоры, всякие соревнования, соперничества непонятные. Чтобы мы действительно объединились в силу Твоего Святого Духа. Облекли Свою Святую Любовь, Господь. И покрыли каждого, Господь. Чтобы мы были в единстве Твоей веры, влияя на этот мир, Господь. Чтобы этот мир мог укрыться в нас, Господь. Чтобы мы были готовы действительно принять тех людей и покрыть их Твоей любовью, Господь. Чтобы Твоя любовь, она через нас побеждала всякий грех. Чтобы Твоя любовь через нас, Господь, она разрушала всякие демонические влияния. Всякие дела дьяволом не просто рушились во имя Иисуса Христа. Чтобы Твой Святой Дух в нас, Господь, он ожидал огня небесного. Каждую минуту, каждую секунду. Из рота в рот передавая истину Божью своим детям. Чтобы народ Божий, Господь, он всегда ожидал Тебя. Везде всегда Тебя ожидал, Господь. Покрой нас, Господь, благодатью Твоей. Покрой нас Твоей любовью, так, Господи. Ибо мы Твои дети, Господь. Ибо мы народ Твоего Царства, взятый в Твою дел, Господь. Каждый член нашей церкви, Господь. Каждое служение, Господи. Каждую группу людей, Господь. Излей, Господь. Вдохнови каждого. Господь, вдохнови, Господь, каждого. Пусть придет эта жизнь вдохновения. Наполни эти чаши, Господь, Твоим Святым Духом. Чтобы мы могли были наполнить их, Господь. Разожги этот огонь в нас, Бог Святой. Чтобы мы могли передать этот огонь им, Господи. Чтобы мы всегда, Бог, жаждали Тебя. И ревновали об истине Твоей. Чтобы мы не давали место, Господь, дьяволу. Ни в каком месте, ни при каких обстоятельствах и условиях. Но мы всегда во всем, Господь, прославляли Тебя. И являли Тебя, дорогой Дух Святой. Дорогой наш Бог живой. Мы уповаем на Тебя, Господи. Твоя святая кровь, Господь. Она протекает через нас, Господь. И Голгофский крест, Бог Святой. Он всегда сияет, Господь. И, Господь, слава Твоя. Она, Господь, объяла нас. И тьма уходит, Господь. Но света приходит, Господь. И посияет, Господь, истинная в сердцах народа Твоего. Божий наш, Божий наш, Бог наш небесный. Ава, Отче, Владыка Вечности. Царь царей и Господь господствующих. Дорогой наш Бог святой. Дорогой Бог святой. Благослови, Господь. Каждую семью, Господь. Дух святой. Дорогой дух святой. Дорогой святой дух. Наполни каждую семью Твоей любовью, Господь, сейчас. Твоей любовью, Господь. Не человеческой любовью, которая должна быть взаимной, которая должна быть при каких-то условиях. Божий наш, но Твоей святой любовью излезя в каждую семью сейчас. Любовью, которая без всяких условий, Господь. Любовью, которая все покрывает. Любовью, которая все терпит и все переносит, Господь. Любовью, которая доверяет, Господь. Любовью, которая верит, Господь, в Тебя. Любовью Твоей в каждый дом и в каждую семью. Пусть придет исцеление посредством Твоей святой любви во имя Иисуса Христа, Господь. Пусть Твоя святая кровь, стекающая с Голгофского креста, Она исцелит все отношения в каждой семье. Пусть каждая семья почувствует этот Дух Святой, Дух Любви, Дух того, кто воскресил креста из мертвых, Дух жизни, радости и счастья. Пусть каждая семья, она познает Тебя, Господь, в этом, Чтобы она стала крепче, чтобы дьявол был поражен, Чтобы дела дьявола, они были поразрушены во имя Иисуса. Пусть уйдет всякая нищета во имя Иисуса Христа, Которая сковывает всякие разумы. Пусть придет изобилие, богатство, радости и счастье. Пусть придет жизнь с избытком. И пусть мудрость Божья научит, как умножить это все в народе Твоем, Господь. Пусть церковь Твоя, она посияет в славе Твоей. И облака Господь славы пусть идут за каждым, Господь, Когда мы выходим отсюда, во имя Иисуса Божий наш, Мы на Тебя уповаем, мы на Тебя надеемся, Господь наш и Бог наш. И мы к Тебе сейчас прибегаем. И сейчас, Господь, когда мы стоим перед престолом Твоей благодати, Когда мы стоим перед Твоим святым престолом, Господь, Пожалуйста, Господь, преклони небеса сейчас. Пожалуйста, Бог наш, преклони небеса сейчас. И сойди к нам здесь, Духом Твоим святым, Духом Твоей святой любви, Господь, Твоей святой радости, Господь. Удали, удали, Господь, всякую печаль. Дорогой Дух святой, удали всякое разочарование прошлого, Всякое сожаление ошибок прошлого. Дорогой Дух святой, пусть уйдет всякая нечистота прошлого, Всякий негатив, пусть он останется в прошлом. Во имя Иисуса Христа, дорогой Дух святой, Наполни позитивным Твоим мышлением, Наполни Твоим творческой инициативой, Господь. Изменяй разум, Господь, на Твой Иисус, И делай нас лучше, во имя Иисуса Христа, Господь. А мы на Тебя уповаем, и на Тебя надеемся, наш Дух святой, Нас живой Бог, Ты наш Господь, и Ты наш Бог наш. На Тебя мы уповаем, ибо только Ты достоин всей славы И всей хвалы, Господь. Аллилуйя. Я хотел бы спросить, кому Тебя жила длинная молитва? Я хочу, помните, написано, Христос говорит, Неужели Вы не могли один час бодрствовать? Я не знаю, что происходит из энергии молитвы, Когда ты какое-то время энергии молитвы, Рома, Лепикота. Потом или устаешь, или дух падает. Вот как ты туда уже. Член тела Христа. Член тела Христа. Приветствуйте, Сергей, садись, пожалуйста. Откруйте, пожалуйста, 1-я корейтвина, 12-я глава, 27-й стих, И подчеркните, пожалуйста. Вам надо взять ручечку, подчеркнуть обязательно этот стих. Если открыли, скажите, Аллилуйя, я зачитаю этот стих. Или я заявлю этот стих. Значит, и здесь сказано, и вы тело Христа. То есть, тело Христа, то есть, церковь. Все, где говорится тело, это говорится, Что тело одно на земле. Это церковь. Скажите, Аллилуйя. Это мы церковь. А поразнь, что члены церкви. Мы составляемся вместо, И потому мы, скажите, церковь. Скажите, Аллилуйя. Значит, я хочу дальше кое-что говорить. Я хочу заявлять сейчас, Вот, в духовный мир. Вот некоторые вещи. Вот, допустим, Когда ты признаешь Иисуса авторитет, Для тебя авторитет. Является авторитетным Иисус? Есть, да? Поднимите руку, для кого является. Послушай сюда. Для кого является Библия основанием? Есть такие, нет? Послушайте. Для кого, кто признает проповедь Евангелия? Поднимите руку. Или совет наставника в ячейке? Или консультанта, кто признает? Есть такие, которые признают? Послушай, если ты по-настоящему признаешь, Ты никогда не попадешь в тюрьму за какое-то преступление. Кто согласен со мной? Аминь. Послушай, у меня здесь есть перечисление Всяких особенностей. Скажите, особенность, Когда я член тела Господа Иисуса Христа, Для меня гарантированная свобода. Скажите, свобода. Вы кричите, свобода. Послушайте, ты свободен от всяких венерических заболеваний. Если признаешь. Если признаешь. Я знал одного верующего человека, конечно, был в репцентре. И он заболел венерическим спидом. Короче. Чтобы было понятно. Вирус, зараза, опустошающая в нынешнее время. А тело Господа Иисуса Христа ограждено. Истиной, которая есть Слово Божие. Скажите, истина, которая Слово Божие. Послушайте, я здесь написал о том, что не будет серебрячных заболеваний. Аллилуйя. Не будет. Скажи соседу, не будет. Ты защищен. Потому что у тебя есть надежда. Упование на Господа. Бог твой. Защита твоя. Скажи, аллилуйя. Ты защищен. От всяких неврологических заболеваний. Не перекосит тебя прежде времени. Не будешь ты дергаться. Отмеченный крысень. Дергается. Скажи, я избавлен. Еще скажи, я избавлен. Послушай, не будет разводов. Правда это или нет? Если мы будем подчиняться, не будет разводов. Послушайте, здесь стоит ограда. Ты видишь ее? А я не вижу. Но я верю. Веришь, что на Тобу есть ограда. Можешь сказать, Боже, я благодарю Тебя. 90-й псалом, это истина или нет? Это истина то, что Бог защищает тебя. Надеющийся на Господа. А надеющийся на Господа. А надеющийся на Господа. Поднимут корыли. Скажи, скажи сам себе, это я. Это обо мне. Это мне принадлежит. Надежда. Надежда. Скажите, надежда на Господа. Я постараюсь уже очень коротко, но еще потерпительно. Бог защитит тебя от депрессии. Как может христианин быть депрессией? Когда меня распирает счастье, что я смасен. Когда меня во всякое время распирает надежда, я дышу надежды. Есть кто-то, который дышит депрессией? А кто дышит надежды? Надежда. Приятный запах, надежда. Скажи, я защищен. И еще, скажи, я окрушен. Божественными ангелами. Божественными дарами. Скажи, я защищен. У меня есть великое будущее. И потому никакой ропот, никакое недовольство, никакая неврозность. Хотя несколько уже у меня чухаются. Пятки. Я думаю, ты что, это невроз, что ли? И один вечер. И второй вечер. А Галочка, что ты делаешь? Ты же расчухаешь раны. Кажут, раны до Господа. Но она мне не верит. Скажи, я избавлен. Я защищен. Я извиняюсь, время бежит. Но я постараюсь коротко еще говорить. Кто хотел бы быть полноценным, здоровым? Знаете, церковь – это здоровое тело. Это не больное. Вы меня слышите или нет? Вы понимаете, для вас что-то это значит или нет? Допустим, церковь является здоровым телом. Послушай, член церкви. Ты хочешь быть здоровым? Значит, ты должен приносить здоровье. Здоровье в тело. Послушай, если ты хочешь быть больным в теле, ты носишь болезнь в теле. Кто хотел бы быть в церкви гнилью? Когда скажете, гнилой парень. Никто не хочет быть гнилым. Или быть в теле тело. Скажите, тело. И вот в теле раковая опухоль. Кто хочет быть раковой опухолью? Красоваться. Не хочу. Послушай, я хочу задать тебе вопрос. Почему ты думаешь, что ты имеешь право быть членом церкви? Я вопрос вам задаю. Значит, все должны записать, написать мне и сложить фамилию. Вот так на офису и приколоть. Значит, кто, почему ты думаешь, что ты имеешь право быть членом тела Христу? Частью тела Иисуса. Тебя должен быть и не да, нет. Я думаю, догадываюсь. Тебе нужно иметь основание. Говори больше. Бог сказал. В Писании написано, кто исповедует меня. Того я назову чадами Божьими. Послушай, ты права. Поприветствуйте, сестра. Значит, послушайте, послушайте. Господь называет нас народом каким? Особым. Скажите, осо, я осо. Осо, я осо. Скажи, осо, я осо. Годик молчишь. Говори, осо. Невеста есть у тебя? Сегодня скажи, невеста. Она говорит. Люба. Что ты думаешь, что ты, вот, может быть, может быть членом тела? Господь дал мне такое право. Давайте, чтобы она умная нам сказала. Ну, знаете, чтобы все так не говорили. Говорите еще по-другому еще. Правильно она сказала. Правда, да? Вот, вот, вот. Вот, 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 вот. Думаю, ты что-то, ну, больше, несколькими предложениями. А сделай, несколькими предложениями. Ну, я уверена, что я в теле Христа, потому что написано так в Библии, что дети Божьи являются членами тела Христова. Я хожу в церковь, значит, я член тела Христа. Добавляйте, добавляйте что-то. Добавишь? Добавишь? Потому что я исповедую Иисуса Христа как Господа и Спасителя. И у меня есть личная комната, и у меня есть взаимоотношения с Богом, с Иисусом Христом, моим Спасителем. Аминь. Вот так вам. Вот так. Дайте, дайте. Дайте, дайте, что сидеть. Ну, давайте еще. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Значит, и я что спасу, значит, я должен в церкови быть. Так написано в слове, я в это верю. Если мы возрастаем, скажите, в тело Христа, скажите, в тело Христа, я возрастаю в тело Христа. Значит, знаете, вот, вот, с чего состоит Христос? У Христа есть клевета, злоба, вражда, ненависть? Есть в Христа? Нет. То есть, и в нас не должно быть. Скажи, соседу, в нас тоже этого не должно быть. Попробуй, если я почую, пастору расскажу, на всю сцену. Скажи, я принадлежу Господу, потому что я дитя Божие, потому что я соответствую быть членом тела Иисуса. Я думаю, что вы от этого не стали трошкой немножко счастливее. Или стали? Стали. Да? Стали немножко счастливее от этого. Я думаю, что должно быть, да. Знаете, вот я хотел бы еще чуть-чуть, и я уже быстренько подхожу. Вот получилось так, что мы поехали в Киев, но я не проповедовал. Значит, как-то получилось, как цыгане там. То-то-балак, и то-то-балак, и ничего не помню. Сначала договорились, что я проповедую в 11 часов, а потом через время узнаю, что там Юля какая-то проповедует в 11. А потом только узнаю, что я после трех проповедую. И вечером договорился с братьями, и утром съехали оттуда. Никому ничего не сказали. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Да, значит, ну хочу сказать, что проповедовал вечером вчера Тумитине, и он показывал великое явление Христа на землю. Можем сказать, великое явление Христа на землю. И он параллель провел, провел так и церковь. Великое явление на этой земле. Можем сказать, великое явление. Вот здесь, если кто не знал, на этом месте был мусорник. Если вы не знали, вот это на этом месте был мусорник. И все, кто с бульвара шли в эту сторону, сказали, пойдем там на мусорник. И на этом мусорнике произошло великое явление, которое есть церковь Бога живого. Молодцы. Ну, он вчера являл меня. Не знал, что я убежу, уеду. Объявлял Тумитине. Объявлял там еще кого-то, еще кого-то. Потом говорит, Игорь Олепар, здесь попрется. Опять как взорвалась церковь. Мне аж стыдно перед Тумитине. Что ему так хлопали, так чуть-чуть, вот как-то. А мне начали... Я думаю, господи, хотя бы мне позаревновал мультян. Братья и сестры, вы знаете, что многие люди, которые приезжают до нас, они считают нас какими-то особыми? Вы знаете? Ира, наш лидер душепопечителей, иду я, спускаюсь, а через несколько метров Виталька, вот, от Хасовы. И она так, о-о-о, Релепар. И знаете, я делаю. А потом она, как увидела Виталь, в три раза громче. Послушайте, но это делает нас гостеприимными. Скажите. Для меня было не так важно, что пирогам. Но я понимал, что для него, как вовсе, это важно. Быть принятым или не принятым. Скажи соседу, будь добрым, будь приветливым, быть удивляющимся. Ты рад, что ты являешься членом тела вот такого? Вот такого. Аллилуйя! Член тела вот такого, о котором говорят, о, какие-то особые. Знаете, вот хотел бы еще, вот чуть-чуть сказать. Увеличьте реакцию на проповедь, как Слово Божие. Увеличьте. Скажи соседу, хочешь стать лучшим членом тела? Хочешь быть лучшим? Если ты хочешь быть лучшим членом церкви. Один религозно кричал, самое громче, чем все, аминь. И кричала громче всех, аллилуйя. Значит, и проповедник проповедует о том, что Иуда пошел, удавился. И тот так громко, аллилуйя! Вы же не только кричите аллилуйя, а вдекайте в Слово Божьем, чтобы не попастись. А когда я говорю аллилуйя, скажите аллилуйя тогда, говорите аллилуйя. Послушайте, церковь, церковь, как организм, должна быть яркой. Братья и сестры, да или нет? Яркой, ромкой, славящей, живой, правда? Горящий. Называйте еще. Чистый, кто ревностный, красивый, жаждущий, непорожная церковь. Чего вы не хлопаете? Я бы уже хлопал за эти восказы. Послушайте, и мне кажется, что мы близки к этому. Аминь. Мы близки к этому. Послушайте, увеличьте и усыпьте молитвы. Особенно церковь. Чтобы быть членом церкви, вот как-то это тебе нужно захотеть. И привязаться. Скажите соседу, я привязываюсь. Я хочу привязаться. Послушай, посредством чего я могу привязаться? Посредством того, что услышал какую-то нужду. Я обязательно запишу, запомню. Я буду молиться об этой нужде. Этим я привязываюсь. Понимаете, нет? Послушайте сюда. Если кто-то ищет, вот сесть где-то, и тебе есть великая доля, великая слава, уступить место. Правда, нет? Или помочь этому человеку найти место. Аминь. 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 Скажите, я хочу быть здоровым. Я хочу быть здоровым. И приносить здоровье. Аминь. Я не хочу быть плохим. Больной. И не хочу болезнь приносить. Бывало, что приносят какие-то болезни. Харисты, музыканты, пожалуйста, пройдитесь. Галли-галли. Галли-галли. Спасибо. Галли-галли. Я хотел бы, чтобы Виталька мой и Рамджан вошли на сейчас еще молитву. Давайте, чтобы каждый из нас, мы, мы смогли войти в церковь. Сделать шаг. Этим сказать я. Мы должны заявить в духовный мир, что я особый народ. Скажите, особый народ, взятый в удел Божий, некогда не народ, а теперь, говорите, а теперь народ. Вы готовы сейчас воплотить вот эту мысль? Сделать как-то официально. Усилить молитву. Отношения поменять к хвале. Отношения к хвале. Ракции. Добрые. Снисходите, мой друг, другу. Хотите, чтобы эти качества, они вклеили свою душу. Пожалуйста, приподнимайтесь на молитву сейчас. Аллилуйя. Аллилуйя. Удоль слыш richer. Тоже пришли. Второй peach. И loans. Второй дожитảльныеежду. Это не роженое благотворное место. За то, что нас собрало, Господь. Господь, мы так благодарны, Господь, за то, что Господь. Когда мы собираемся, Господь, здесь вместе, Господь. Просто планы дьявола, они рушатся, Господь. Они рушатся, потому что Господь утеряет, Господь. Когда мы здесь, Господь, мы наполняемся Твоей силой, Божьей. Господь, и мы хотим, Господь, просто пребывать, Господь, с Тобой, Господь, и достигать, Господь, просто, Господь, у всех целей, Господь, которые в нашей жизни есть. Господь, мы так благодарны, Господь, за то, что Ты не планировал, Господь, для нашей жизни, Господь, поражение, Иисус. Ты планировал для нашей жизни, Господь, успех, Иисус. Господь, мы так благодарны, Господь, за то, что ты, Господь, собираешь нас, Господь, здесь в едино, Боже, Господь, мы как сильная армия, Господь, мы идем, Господь, разрушаем, Господь, все, Господь, вражеские силы, спасибо тебе, Господь. Боже, Господь, мы видим, Господь, как умны, Господь, свои заместы в нашей жизни, Боже, как ты производишь, Господь, все, Господь, что в нас все произойдет к лучшему, Боже. Господь, мы знаем, Господь, что только с Тобой, Господь Мы будем жить, Господь, с успехом, Господь Мы будем жить, Господь, правильно, Господь И призывать, Господь, людей, Господь, к Тебе, Иисус Чтобы объяснить, Господь, то, что Ты умер за них Господь, чтобы они верили в Тебя, Иисус И ценили, Господь, Господь, Твою жертву за Ним Твою святую кровь, Боже Спасибо, Иисус Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, Господи, спасибо Боже, спасибо за Твою любовь, Боже, спасибо за Твою силу, которую Ты нам даешь, Боже, спасибо, Иисус, мы благодарны Тебе, Боже, спасибо. Аллилуйя, Господь, Аллилуйя, Великий и Всемогущий Бог, Аллилуйя, Создатель, Дворец неба и земли, Господь, Ты своим Духом Святым присутствует здесь на этом месте во имя Иисуса, Господь. И Ты собрал нас здесь во имя Иисус, Отец, и мы здесь, как Твою церковь, Господь. И здесь мы поклоняемся Тебе, Господь, благодарим Тебя, Денис, за то, что Ты создал церковь, Господь, за то, что, Господь, Ты создал церковь, Брата Адам и Атолеев, Господь, за то, что Ты избрал нас, Господь. Привел сюда, Господь, прости наших дых, Господь, кровью Своим, Господь, нам мир очистит нас, Господь. И при благословим, Господь, дал силу, Господь, дал силу Духа Святого, право противостоять всякому злу, Господь. Противостоять для ладья, Господь, Ты дал нам власть, Господь, Ты дал нам привилегия назваться Детьми Божьими, Господь. Мы здесь, во имя Иисуса, Господь, мы здесь поклоняемся Тебе, мы здесь призываем имя Твое Святое, Господь, имя Твое, Господь, которое превыше всяких имен, Господь, и на небе, и на земле, Господь, имя Твое, Господь, перед которым поклоняет, преклоняет коллеги все племена, Господь, все народы, Господь, все поклоняются Тебе, призывай имя, Господь, потому что имя Твое, место спасения, Господь. И именем Твоим есть исцеление, Господь. И именем Твоим есть сила, могущество, Господь. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим благословляема Тебя. За то, что Ты своим Духом Святым, Господь, присутствуешь здесь, на этом месте, Господь. Своими дарами, дарами Духа Святого, Господь. И даруешь нам все это, Господь, даром, Господь. Аллилуйя, потому что Ты любишь, Господь. Каждому Духу, Господь, Ты предлагаешь, Господь. Каждому Господь Потому что в каждой есть дитя Божий Господь Потому что ты брали свою кровь Господь для каждого Господь Для всех Господь верующих Которые принимают Господь Силу крови твоей Господь Халлелуйя Которые принимают жертву твоей Господь И мы принимали когда Господь И мы поклоняемся тебе Господь Мы призываем Господь Славы мы прославим тебя Господь Мы верим что ты здесь Господь Мы верим, что Ты здесь Духом Святым, Господь. Мы верим, что Твоя слава наполняет этот дом, Господь, наш церковь, Господь. Мы верим, что каждым днем, Господь, Ты защищаешь, омываешь и поднимаешь выше и выше, Господь. Ведь мы будем лучшими и лучшими во имя Иисуса, Отец. Потому что Ты есть наш Отец, Господь. Ты всемогущий Бог. А мы Твои дети послушные, Господь. Слава Тебе, хвала Тебя, Отец. Благодарим, благословляем, превозносим имя Твое, Господь. Достоин имя Твое, превознесенное имя Твое, Отец. Спасибо, Дебе. Спасибо, Дебе. Спасибо, Дебе. Аллилуйя. Еще скажу Аллилуйя. Аллилуйя. Знаете, вот сколько не говоришь, а потом после проповеди еще думаешь, что не сказал, что не сказал. Вы знаете, вот тело мое, которое носит меня. Правда, нет? Тело мое, которое носит меня. А церковь носит Иисуса, как тело. Можешь сказать, алюлуйя? Можешь сказать, тратить руки и вот короткой молитвы за друг друга, и скажи, ты тело... Ты член тела самого Господа Иисуса. Аллилуйя. 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 Мы еще будем прославлять тебя, Господь. Мы еще будем прославлять тебя, Господь. Лучше уповать на Господа. Не жали на детство, на человека, лучше уповать на Господа. Не жали на детство, на человека, лучше уповать на Господа. Не жали на детство, на человека, нежели на детство, на человека. И болтся, 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 и болтся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова